Я заканчивала художественное училище Челябинское. Училась я там на театрального художника. И вот у меня должна была быть как раз защита диплома. В мае это произошло. Также я готовилась дальше поступать в ВУЗ в дальнейшем. И как раз шла на свои подготовительные занятия. Я переходила дорогу на Аломполе через проспект Ленина по зеленому сигналу, по зебре. Но водитель, он не остановился и сбил меня. Многочисленные переломы на левой руке и вывихи костей. Ну все травмы в основном перешлись на левую руку. Также потом возникли проблемы с позвоночником. Три месяца. Это получается я ходила в гипсе. Скажем, мне было страшно даже дорогу потом переходить. Это было где-то на протяжении трех лет. Мне почему-то не сделали последний исключительный рентген. И в итоге растянулась вся история на такие долгие годы, что стали продолжаться дальше ухудшения в руке. И там срослись не те кости. Одна кость была вывихнута и связки порваны. То есть несмотря на то, что я вроде как лечилась, но не долечилась. Операцию сделали 24 августа. То есть практически уже месяц прошел. Было очень болезненно. В быту сложно все. То есть мне плюсом нельзя его мочить, этот аппарат. То есть я не могу сама готовить. Я рисую правой рукой. Но тут сложности, конечно, в том, что, допустим, там устанавливать мольбер, выдавливать краски. То есть там много чего. Там есть еще подспудного, когда ты рисуешь, что необходимо все-таки две руки, конечно же. Даже там палитру держать, еще что-то. Я регулярно участвую в выставках от Союза художников России. Выставляю свои работы. Также я занимаюсь преподавательской деятельностью. У меня достаточно много учеников. Я готовлю к поступлению в ВУЗ и в художественную школу. Вообще я с детства любила рисовать. В целом я считаю, что большинство людей можно научить рисовать. Самое главное, чтобы у самого человека было желание. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok